Мало кто знает, что такое Идумея вообще. Кто-то считает, что это государство, кто-то считает, что это имя человека, хотя отчасти правы и те, и другие. Идумея – это историческая область, а позже самостоятельное царство, существовавшее с XIII века до н.э. к югу от Мертвого моря, располагавшееся на территории современной Иордании и Израиля. Основоположником Идумеи был Исав, сын ветхозаветного патриарха Исака. Хотя государственность Идумеи возникла гораздо раньше, чем появились первые еврейские цари. Помимо вышесказанного, я расскажу о семи интересных фактах из истории этой страны. Идумея – это греческое название страны Эдом, альтернативное название Сеир. На иврите Эдом или Едом означает красный. Книга Бытие сообщает, что это было прозвище Исава, как считают одни, потому что он родился рыжим, и как прямо указывает Книга Бытие, потому что он продал право первородства своему брату Иакову за чечевичную похлебку, которая была красного цвета. Идумеи или Эдомитяне – это не евреи, потому что Исав, будучи евреем, взял в жены хитиянок, соответственно, его род не мог быть чисто еврейским, поэтому Идумеи в ту пору считались лишь родственным евреем народом. Отношения между евреями и Идумеями исторически были крайне враждебными, начиная с отношений между Иакова и Исавом. Кроме того, Книга Чисел сообщает, что царь Эдома запретил проход еврейскому народу, бегущего во главе с Моисеем из Египта в Ханан, несмотря на то, что евреи готовы были заплатить за проход по этой территории. Другим примером служит то обстоятельство, что Идумея была окружена с трех сторон пустынями, что вынуждало их продвигаться выше на север, что в итоге привело к войне с коленом Иуды. Позже царь Давид разбил Идумейское войско, а саму Идумею сделал своим данником. Но ненависть евреев по отношению к Идумеям усилилась еще больше, когда в VI веке до н.э. Новоходоносор II, царь Вавилонской империи, завоевал Иудею, разрушил Иерусалим и Иерусалимский храм. При этом сами Идумеи присоединились к вавилонянам и участвовали в грабежах и убийствах местных жителей. Их кровожадность и жестокость упоминаются в книге Псалмов, где написано «Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима», когда они говорили «Разрушайте, разрушайте его до основания». Царь Ирод I Великий был Идумеем, что, впрочем, не помешало ему стать царем Иудеи, по сути, еврейского государства. Административным центром Идумея был город Села, в итоге ставший его столицей, в греческом переводе известный как Петра. Только в 1812 году швейцарский востоковед Иоганн Буркхард открыл развалины этого потрясающего древнего города. Город собирает каждый год по полмиллиона туристов. Впрочем, не мудрено, что в 2007 году его включили в список семи новых чудес света. Эту потрясающую достопримечательность можно увидеть во многих кинолентах, наиболее известной из которых является фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход», снятый в 1989 году Стивеном Спилбергом. Помимо прочего, еврейское предание гласит, что здесь, рядом с Петрой, на горе Ор, был похоронен Аарон, брат Моисея, первый еврейский первосвященник. Как утверждается, его могила сохранилась до наших дней. В период своего наивысшего расцвета Идумея славилась своей стабильной экономикой, чему способствовало прохождение через ее территорию важнейших торговых путей. На территории страны было здорово развито сельское хозяйство, строительное дело, на юге страны добывали медь. Кроме того, земля Эдом всегда славилась своей превосходной керамикой. В начале второго тысячелетия Идумея после еврейских восстаний больше не упоминается в истории, а в 106 году н.э. потеряла свою государственность и была включена в состав римской провинции Аравия. После этого государственность Идумея более никогда не восстанавливалась, пропало даже слово Идумея, чье падение и великое бедствие предсказывали многие ветхозаветные пророки.